Украинцы откровенно, подайте Христа ради, подайте, подайте, мы убогие, мы бедные, подбросьте нам немножко, ну 300 миллиардов подбросьте, мы же такие несчастные, мы столько зубов потеряли, пытаясь кусать Россию, кому вы нужны? Что вы можете предложить кому-то, ну кроме себя? Сначала спустили на панель украинское население, гендерное, не гендерное, каждого как могли продавали, заполнили Европу, сейчас они спускают на панель свое государство, купите нас, ну кто-нибудь, ну кто-нибудь, ну купите нас, купите, а Китай не хочет, и Германия не хочет, и Соединенные Штаты не хотят, никто Украину покупать не хочет, знаешь почему, Володь? Она ломаного гроша не стоит, и вот эту всю украинскую власть, ее тоже никто покупать не хочет, они же по дешевке на рынке, их же по килограммам продают, не поштучно, зачем на них деньги тратить? Какую пользу они могут принести? Что вот Украина за 30 лет независимости, и особенно за последние годы, после Великой революции достоинства, что она полезного сделала на Украине и вне Украины? Кто-нибудь может такую вещь сказать? Что? Ну что-нибудь. Какой это положительный факт, который произошел на Украине за все это? Ну что-нибудь, я не знаю. 30 лет была Украина, Украина с 91-го года независимая, сейчас отмерили. Что положительного произошло на территории Украины? Какой вклад в Европу, в мировую культуру, что-то в мире положительного сделала Украина? Кроме самоучтожения. Я не думаю, кто-то от этого выиграл. Никто же не хотел этого. Никто не хотел, чтобы Украина докатилась до такого состояния. Никто этому специально не способствовал. Никто не прилагал никаких усилий. Ни 20 лет назад, ни 30 лет назад, ни 5 лет назад. Они все это сделали своими руками. Причем они сделали невозможное. Никто, да мы самый большой враг Украины, не мог себе представить, что они ее доведут до такого состояния, как сегодня. Это в страшном сне никому не снило. А им это удалось. Причем без всякой посторонней помощи. Наоборот, несмотря на то, что их заваливали деньгами. Но они смогли и разворовать эти деньги, и разрушить свою страну, разрушить свое общество. Разрушить украинскую культуру. Ты лучше меня знаешь, на каком уровне была украинская культура, украинское образование, украинская наука 30-40 лет назад. Все это разрушили. Разворовали. Ну ладно, разворовали, но разрушили. Ни себе, ни людям. Я не говорю уже про внутреннее положение, про внутреннюю вражду, которой никогда не было до такой степени на Украине. В Галиции была, но не на Украине. Все проблемы Галиции они перенесли на всю Украину, вместо того, чтобы сделать наоборот. Большая, огромная Украина не смогла излечить Галицию от всех своих пережитков. Под кем была Галиция, когда? А эта Галиция овладела всей Украиной. Иначе-то размазала всю историю Украины, извратила ее, надругалась над ней. Надругалась над украинской литературой. Над украинским искусством. Нет ни одной области на Украине, над которой они бы не надругались. Мерзко, гадко. Не уничтожили. Так что на Украине, а последнее, это кто? Вот эти убогие хотят стать израильтянами? Можно я тебе процитирую? Сейчас я специально. Убогие, главный убогий у них, или один из главных, они там все, в общем, это тот, кто... Кулеба его фамилия, специально для тебя, Кулеба, фамилия, вот, министр, исполняет роль министра иностранных дел, значит, сказал он следующее. Главное, какие слова. Предполагается, что у Украины, точнее, у руководства Украины, у этого руководства, есть интеллектуальная функция понимания. Предполагается, за всем этим стоит. Потому что, цитата, Украина поняла, что может полагаться только на себя. Это значит, что страна учится превращаться в гибкое военизированное государство, как Израиль. Точка. Как тебе такое, Яковлевич? Мы никогда никого из наших соседей не пытались уничтожить. Мы никогда никого не просили помочь нам воевать против наших соседей. Мы никогда не объявляли наших соседей нелегитимными в национальном смысле этого слова. Можно было одобрять, не одобрять тот или иной режим. Более враждебные, менее враждебные. Но никто в Израиле никогда не говорил, что Сирию надо расчленить, уничтожить. На государственном уровне точно. Или Египет. Мы защищали себя, когда на нас нападали, когда была нам угроза нашему существованию. Но не больше. Мы не хотели вступать в военный союз против кого-то. По принципу, против кого дружить будем. Это противоположно тому, что делает Украина. И еще раз. Наша страна, в отличие от Украины, она не базируется на ненависти никому. Она базируется только на одном. На любви и уважении и заботе о нашем народе. Не на ненависти к арабу, не на ненависти к кому-нибудь, ни к мусульманам, ни к исламу. Наоборот. Это не то, что сейчас идет на Украину. Они продают ненависть, они продают вражду, они продают войну, они продают кровопролитие. К этому они стремятся. К этому они призывают. В этом они хотят, чтобы им помогли. так что у них дорога прямо противоположная от той дороги, по которой шла моя страна с 1948 года. Они как раз идут к самоуничтожению. Потому что они в таком виде никому не нужны. я еще раз повторяю тот вопрос. Что Украина предложила, сделала или может предложить миру, кроме войны с Россией? Что-нибудь кроме этого было? О чем-нибудь кроме этого они говорят? Кроме вражды и ненависти к России и к русскому народу о чем-нибудь они говорят? кто-нибудь из руководителей Украины, который говорят на русском лучше, чем на украинском? Хоть сказал хоть раз слово уважение к русскому народу или к русскому русскому к российской истории и к русской истории. Это они сносят памятники Пушкина? Это они запрещают преподавателям преподавать русскую литературу на русском языке? Это началось в городе Харьков, который тебе знаком. в 14-м году, когда выгнали первого профессора, он посмел преподавать русскую литературу на русском языке. И в этом он оскорбил национальные чувства этих несчастных, убогих. Оказывается, Пушкина и Толстого надо преподавать на украинском языке, который они сами не знают. Не мне тебе рассказывать, как Кучма учил украинский язык. Как они все учили украинский язык, и я его не знаю. Но для тех, у кого этот язык родной, не с Галицией, немножко стыдно слушать украинский язык своих украинских рухмани. Но русские они ненавидят. Но когда нет телевидения рядом, и журналистов, они говорят по-русски. Так что это безнадежная авантюра, в которую они тянули свою страну. Сегодня им действительно нужно бояться. фрау Меркель уходит. Что будет с Макроном, я не знаю. И он не знает. Это не так важно. Великая Франция кончилась в 19 веке. В 20 его уже не было. А полагаться на Соединенные Штаты им надо еще меньше, чем полагались афганцы. Не на кого им положиться. А, да, Братская Польша. А Польша на кого положится? На Литву? на Литву это мощно. Братство коллег и инвалидов. Это братство коллег и инвалидов. Которые все занимаются все годы по прошайничеству. Одни больше, другие меньше. Поляки с гонором. Украинцы откровенно подайте Христа ради. Какого Христа не ради? Подайте, подайте. мы убогие, мы бедные. Подбросьте нам немножко. 300 миллиардов подбросьте. Ну, мы же такие несчастные. Мы столько зубов потеряли, пытаясь кусать Россию.